Сегодня состоялось заседание Общественного совета по вопросам экологии при областном филиале партии Аманат. На нем говорилось о вреде, причиняемом окружающей среде заводами и предприятиями, расположенными на территории города. Последний раз выброс веществ произошел 11 июля, когда на серно-кислотном цехе тарасского филиала ТОК «Сфосфат» минеральное удобрение из строя вышел моногидратный насос «Абсорбера». Какова сейчас экологическая обстановка? Все подробности в следующем сюжете. 11 июля тарас заволокло густым дымом. Как выяснилось, причиной тому стал выход из строя насоса в одном из цехов ТОК «Сфосфат». После этого незамедлительно была организована работа по осуществлению замеров атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, близлежащих улицах города и основных источниках выбросов. По результатам анализов, превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не обнаружено. Экологическая служба осуществляет круглосуточный контроль. В случае поступления информации мы выезжаем по направлению ветра и производим замеры. У загрязняющих веществ есть предельно допустимая концентрация. Нормы выброса не превышают. Все в соответствии с установленными министерством нормами. Главный специалист областного департамента экологии сообщил, что с 13 по 26 июля на заводе была назначена внеплановая проверка. Составлено несколько правовых протоколов. В результате был оплачен штраф около 5,5 миллионов тенге. В то же время он отметил, что проверка работы завода все еще необходима. В случае аварии этот процесс не должен происходить вручную, а автоматически. С нами не согласились и сейчас в Тарасском специализированном суде по административным правонарушениям ведется процесс. В ходе заседания члены совета также поделились своими мнениями. В первую очередь нужно сосредоточиться на здоровье людей. А это значит, что если завод выделяет вредные вещества с превышением нормы, нужно принимать самые серьезные меры, считают они. Сотрудники департамента отметили, что сейчас проходит судебный процесс. Какое решение примет суд? Можно обращаться и в вышестоящие инстанции. Но в случае, если департамент экологии не слушают, надо работу завода остановить. Любой штраф можно оплатить. Но что дальше? Участники заседания не обошли стороной хранения и утилизацию отходов, скопившихся возле города. Их объем составляет 15 миллионов тонн. По словам представителей завода, в дальнейшем они будут перевезены в другое место согласно плану. Ринальд Рахматуллин, Канат Кулыбеков, Жамбл Ньюс.